От мемориала славы во Владикавказе до монумента защитникам Ильхотовских ворот, а еще посещение мемориального комплекса Барбашова поля. Такую экскурсию школьникам и студентам провела общественная организация Комсомол Осетия. Проводят такие мероприятия не впервые. Главная цель – познакомить молодежь с историей и ее героями. По следам Великой Отечественной войны прошла и моя коллега Галина Григорян. По плану экскурсия по мемориальному комплексу Барбашова поля, музей под открытым небом – единственный на Северном Кавказе. Здесь ребятам рассказывают о героях Великой Отечественной войны, показывают уникальные экспонаты, участники проекта под впечатлением. Мы узнали еще больше всего про Петра Барбашова. Это такой человек, который спас не то что сотни людей, тысячи, даже больше, несмотря на все свои жизни. Я горжусь этим человеком, что он вообще так поступил, как истинный герой. Я горжусь тем, что живу в стране победителей. И горжусь тем, что мы выиграли эту страшную войну. Несмотря на те потери, которые мы понесли в первые дни этой войны, мы все-таки собрались духом и победили зло. В рамках акции ребята прошли путь от мемориала славы во Владикавказе до монумента защитникам Эйхотовских ворот. Побывали и у памятника братьям Газдановым. Сами ребята делятся такой проект сложно переоценить. По их словам, он помогает узнать много нового и дает возможность донести это до широкой аудитории. Мой прадедушка дошел до Берлина. Кроме того, он непосредственно участвовал в войне, в битве за Кавказ. Мы должны знать историю нашей республики, нашей страны, участие и победа в этой войне – это очень важный исторический момент в нашей общей истории страны, республики, нашего народа. Общественная организация «Комсомол Осетии» такие экскурсии проводит не в первый раз. На эти цели выиграли грант президента страны. Грант – это 500 тысяч, и мы потратим еще столько же своих денег за счет нашей организации и спонсоров, которые нам помогают. Программа предусматривает несколько мероприятий, в том числе и на брейн-ринг. Мы объявили конкурс на лучшую подготовку материалов по памятникам, посвященных Великой Отечественной войне, и участникам Великой Отечественной войны, которые расположены на территории нашей республики. После окончания экскурсии по местам боевой славы ребят ждали подарки. Всем участникам раздали значки и карту боевых действий на Кавказе. По ней они смогут подробно изучать дислокацию советских войск и оценить масштаб битвы за Кавказ. Галина Кригорян, Александр Будаев, Новости Осетии.